Слава Украине! Привет всем от Павловского! Ребята, сегодня какое там 16 октября 23 года а это значит, что сегодня, сегодня 600 дней войны, 600 дней с того момента, когда фашистская Россия напала на Украину начала свой так называемый ИСЫВЫЙ ОК с лозунгом Киев за 3 дня давайте вспомним, как они на нас напали, как они поперли со всех сторон и какие у них были планы ну, значит так, в принципе у них было 3 задачи, основные когда они начинали войну первая задача, это захватить Киев вторая задача, это захватить Киев и третья по важности задача, это захватить Киев, потому что без Киева, у так называемой России с ворованным именем, ни имени ни столицы, ни истории вообще ни хрена нет, просто страна страна непонятно что поэтому она и есть так называемая Россия ворованное имя и все ворованное история выдумана и вот для того, чтобы хоть немножко быть похожа на страну с историей фашистской России нужно было напасть на Украину с тем, чтобы ее загарбать и сказать о, мы имеем отношение к Руси мы имеем отношение к Киеву ну шо взяли Киев за 3 дня вы вспомните, как эти гады сюда, когда они приехали под Киев тут стояли в 5 километрах от города всего-то навсего тогда Киев был в полуокружении в полукольце таком они знаете, что везли с собой? они с собой везли пластиковые щиты дубинки и шлемы космонавтов то есть они даже не принимали во внимание то, что им будет оказано какое-то сопротивление они везли это все дело чтобы разгонять возмущенных гражданских украинцев на улицах в Киеве они в Харьков везли такие же вот космонавты ехали в Харьков ну как там, Харьков взяли, нет? все хорошо у вас? и я ж за это, да? вот, а потом они получили люлей люлей и драпали давайте вспомним то есть сначала они захватили огромную территорию они захватили ну, чуть не половину Киевской области часть Житомирской даже в Житомирской области были эти гады они большую часть Черниговской захватили половину Харьковской что тут говорить? много потом их отовсюду там выперли выперли с Николаевской области также с острова Змеины с Сумской области отовсюду им везде дали люлей хороших вот и и они вылетели как пробка из бутылки ну, потом война, понятное дело, затянулась их больше, чем у нас это очевидно у них большой военный потенциал это тоже очевидно старой технике это тоже очевидно но она стреляет, она воюет таким образом, ребята мы сегодня пришли к такому моменту когда наша армия полностью сорвала планы Путина и его фашистской банды мародеров, бандитов, убийц и террористов по захвату Украины то есть эту задачу они даже больше не рассматривают он вчера Путин что-то мямлил там китайскому телевидению что их бы устроило бы если бы Украина не пошла в НАТО ага, ща не пойдем помечтай, пляшивый вот то есть он уже даже они уже даже Авдеевку не надеются захватить какой там Киев вообще, вы о чем говорите поэтому, ребята, смотрите никакого уныния давайте понимать что мы воюем с самой большой но самой придурковатой страной в мире с самой такой, знаете вот мерзопак когда о России говоришь вот первое слово я вам скажу первое слово Россия грязь Россия грязь причем вот эта грязь она в отношении абсолютно всего и помыслов и состояния улиц да, то есть вот страна грязь мы воюем с огромной мусорно-грязевой кучей которая хотела нас вот захлестнуть у нее у этой кучи этого не получилось теперь она пытается взять измором каким-то образом не волнуйтесь на нашей стороне все цивилизованное человечество а поддержка всего цивилизованного человечества это лучше чем поддержка и то за деньги со стороны Эритреи Никарагуа и Южной Осетии и то это не точно да вот поэтому ребята мы молодцы мы держимся 600 дней где там Киев за 3 дня ничего скоро будет Крымский мост падающий там в третий раз подряд и обязательно обязательно освободим всю нашу территорию ну вот сейчас они послали немножечко свою там очередную армию на убой уже ее почти перемололи перемолачиваем до конца замолотим и пойдем все равно вперед и мало им на земле украинской не покажется да а если они хотят мира ну мир начинается очень просто вы берете всю свою банду боевиков российских выводите их за границы 91 года пошли вон а потом мы с вами поговорим о репарациях и выдаче российских военных преступников ничего другого предложить вам не могу привет из Киева за три дня а потом